всем привет друзья с вами константин кирилленко вы на канале твой бас и сегодня настало время поговорить о контрабасе сегодняшнее видео я немножко расскажу об его истории и о конструктивных особенностях ну начнем мы немного с истории я сейчас не буду вдаваться в каком году он был изобретен но просто скажу что примерно 17-18 века этот инструмент очень активно начал использоваться в симфонических оркестрах то есть вы понимаете что инструмент достаточно старый и конечно же поначалу он использовался только лишь как аккомпанирующий инструмент то есть как заполнение вот этого низкочастотного пространства которое в музыке крайне важно но шло время и конечно же техника на данном инструменте улучшалась появлялись новые исполнители композиторы которые уже писали непосредственно для контрабаса то есть уже контрабас стал приобретать именно статус сольного инструмента конечно же да играли классическую музыку смычком вот это обязательный фактор вот потому что ну это струнно смычковый инструмент то есть группе относятся там виолончели скрипки и так далее вот далее с появлением джаза в двадцатом веке контрабас стал основным аккомпанирующим инструментом именно вот в новом стиле это джаз далее пошли там ракобили кантри и так далее то есть контрабас стал вот ведущей роль получил именно вот в этих стилях музыки опять-таки в начало как аккомпанирующий инструмент по большей части но далее начали появляться великие мастера этого инструмента и в джазе в том числе в джазе уже использовалась пиццикатная техника то есть играли в основном пальцами конечно же и в классике играют и пицциката так же как и в джазе играют с мучком но все-таки преимущественно именно такое разделение что в классике смычок а в джазе пиццикат хочу сказать что я сам нахожусь на стадии освоения контрабаса потому что инструмент достаточно сложный вот и все что я вообще буду говорить в последующих видео касательно контрабаса это будет только лишь мое видение на данный инструмент и мои как мое отношение к этому то есть не стоит это воспринимать как истину в последней инстанции вот я никогда не учился на контрабасе именно вот в учебных заведениях я брал некоторые уроки у музыкантов и сейчас это продолжаю делать и также развиваюсь буду развиваться вместе с вами и сейчас хотелось бы поговорить немного о конструктивных особенностях данного инструмента он очень сильно отличается от бас гитары ну начнем мы сверху вниз вот я сейчас опущу видно да надеюсь видно здесь у нас что здесь у нас головка грифа то есть вот этот вот завиток это он больше как декоративный то есть он не несет какой-то именно функциональной нагрузки далее у нас скалки идут все как на бас-гитаре вот порожек и далее гриф гриф как вы видите без ладов то есть вот основное отличие естественно от бас-гитары что здесь нет ладов и это как раз таки основная сложность потому что нужно очень точно попадать в ноты хорошо интонировать с чем кстати у меня есть проблемы я пытаюсь это решать но то есть это требует особых занятий то есть чего допустим на бас-гитаре такой проблемы вообще нет то есть вы если берете там ноту на втором ладу первой струны это будет нота ля и и все а здесь как бы нету второго лада здесь нота ля где-то где-то здесь то есть и вы всегда будете примерно как бы знать где она то есть на сто процентов попасть в нее будет очень тяжело но в этом и кайф то есть инструмент имеет гибкость ну едем дальше далее у нас струны кстати строй у контрабаса такой же как у бас-гитары вообще бас-гитара это собственно преемница контрабаса поэтому строй мы получили от контрабаса но интересный факт что именно вот этот вот строй по квартам 40 ля ми он имеется только у контрабаса а на всех остальных скрипичных там у виолончели у скрипки строй по квинтом идет вот это забавный момент а на контрабасе квартовый соответственно на бас-гитаре тоже квартовый строй ну струны да что можно сказать про струны здесь они с гладкой обмоткой то есть с плоской вот они очень как бы мягкие достаточно по сравнению с бас-гитарными струнами вот звучат очень хорошо естественно существуют разные виды струн металлические жильные существуют какие-то синтетические сейчас уже очень много вариаций на данном инструменте стоят обычные металлические струны синий томастик если кому-то это что-то говорит вот едем дальше далее у нас идет корпус корпус тоже они бывают из разных вариаций то есть бывают фанерные контрабасы вот полностью деревянные бывают как бы смесь дерева какая-то часть деревянная какая-то фанерные тогда то есть дед деревьев тоже масса разных может быть использована вот данный контрабас у меня передняя дека ель то есть деревянная обечайки вот эта вот часть боковая называется обечайки обечайки у меня фанерные задняя дека тоже фанерная вот задняя дека обечайки передняя дека вот то есть вот в принципе что касается корпуса далее идем дальше вниз здесь у нас уже f и f и это вот такие вот вырезы f-образные как это ни странно в корпусе то есть они дают резонанс далее внутри корпуса не знаю сейчас вряд ли получится показать вы не увидите внутри корпуса находится душка душка это ну такая деревяшечка можно так сказать которая крепится между деками то есть она идет в распор между деками тем самым не давая контрабасу во-первых схлопнуться из-за натяжения струн это может случиться без дужки контрабас может просто схлопнуться вот и она также влияет на звук то есть через него проходит звук и она является в общем-то звукообразующим звеном в контрабасе также внутри там вот вот на вот в этой примерно части под под вот этой передней декой идет пружина которая тоже является как бы звукообразующей структурой едем дальше далее у нас идет подставка вот этот вот вот эта часть называется подставка это ну бридж по-английски мост но вообще по-русски называют подставкой вот сюда идут струны они собственно давят на подставку подставка у нас упирается в деку вот видно я думаю что подставка должна очень плотно прилегать именно к деке тем самым чтобы вибрации максимально передавались далее еще ниже я попробую поднять не знаю наверное будет видно еще ниже у нас под подставкой идет подгрифник я надеюсь что видно подгрифник да он собственно на него крепятся струны на этот подгрифник и и в общем то и все подгрифник уже внизу крепится к шпилю там есть такая пуговица называется и шпиль шпиль собственно служит для того чтобы для того чтобы настроить высоту потому что ну все люди разного роста и соответственно под каждого человека нужно настраивать определенную длину шпиля вот очень важный момент да это вот именно положение контрабаса относительно корпуса и вообще как стоять и иногда кстати играют сидя то есть можно сидеть можно стоять но если сидя то на высоком стуле и вот как выстроить правильную высоту то есть вот когда мы стоим рядом с контрабасом вот ну в такой вот постановке я как это определяю опять-таки момент индивидуальный но есть вот такой вот критерий что вот верхний вот этот порожек он должен быть примерно на уровне вот переносится лба может быть глаз может быть на уровне бровей то есть вот примерно вот в этой зоне то есть вы должны примерно попадать глазами на вот этот вот верхний порожек тогда как бы ну можно сказать что вы высоту настроили но опять Опять момент сугубо индивидуальный, кто-то как бы очень низко играет, кто-то наоборот задирает выше, как видите контрабас достаточно сильно отличается от бас-гитары по строению, но в том же время есть и схожие элементы, это конечно строй, то есть струны у нас, ну по сути основные конструкционные элементы, да, вот гриф, там бридж, то есть вот это все, колки, это как бы все едино, но есть свои вот нюансы на контрабасе. Далее следующий достаточно важный момент, постановка за собственно самим контрабасом, как правильно стоять, опять-таки момент достаточно индивидуальный, но есть общие рекомендации, то есть мы располагаем вот эту часть, вот эту часть контрабаса, видите она тут протерта уже полностью, вот располагаем к своему корпусу, то есть вот примерно в эту зону, вот в эту зону примерно мы как бы кладем контрабас на нас, он как бы своим весом чуть-чуть нас придает. И чуть-чуть поворачивает, то есть не вот так, а он должен чуть-чуть быть на нас повернут, и не полностью повернут, не вот так, а где-то вот под таким углом. Как проверить, один из вариантов, как можно проверить, насколько правильно вы стоите, контрабас по идее своим весом должен как бы на вас опираться, и при отпущенных руках он никуда не девается. То есть вот я руки отпустил, но вот он только сейчас куда-то чуть-чуть поехал, то есть должно быть равновесие, вот видите чуть-чуть он съезжает, но как бы в общем он у меня в равновесии находится. Вот, это как бы вот такие вот важные моменты. Ну в принципе, друзья, я не буду сегодня сильно затягивать это видео, основные моменты я осветил, а в следующих видео мы уже будем непосредственно учиться играть. Я расскажу о постановке рук и о многих других аспектах, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok